В небе над Курском истребители и бомбардировщики. На земле легендарный Т-34 военная техника. Это сейчас она едет не спеша, а вдоль дороги народ ликует. 75 лет назад на этом же месте творилась история. Танк на танк, лес. Когда кончатся бой, половина наших танков не стало. Вспоминают страшные события, чтят память своих боевых товарищей в Курске сегодня и участники битвы из Татарстана. Такое у нас впечатление появилось. Как будто бы мы побывали в таких прошедших событиях 75 лет тому назад. Больше двух миллионов солдат и офицеров с обеих сторон. 13 тысяч танков, 12 тысяч самолетов. Курская битва заставила немцев забыть о наступлении. По итогам полутора месячных боев в пяти областях советская армия дошла практически до Днепра. Су-152 и легендарный Т-34. Именно эти танки были главными боевыми единицами советской армии на Курской битве. За 49 дней боев потери составили почти 3,5 тысячи таких машин. В сотни раз больше потерь среди солдат. В Курской битве погибли более 7 тысяч татарстанцев. Салихов Гатаула Салихович награжденный в 43 году именно за участие в Курской битве. Три татарстанца после битвы были представлены к званию Героя Советского Союза. Это Гатаула Салихов, Михаил Фомин и Амин Михтахов. 75 лет назад закончилась именно та битва на Курской дуге, которая в полном смысле слова переломила хребет вермахту. Именно под Курском 23 августа судьба кулака вермахта была решена. И с тех пор немцы больше никаких наступлений даже не планировали. Так советская армия за 49 дней развернула наступающего противника и началось шествие к победе в Великой Отечественной войне. Слова Тухма Адолина Рамзельгарипов, ТНВ, Казань.